Оставаться собой или прогибаться под стандарты новой среды? Здравствуйте, дорогие подписчики канала, и добро пожаловать на очередное разговорное видео. Сегодня мы пробуем нечто другое. Дима написал мне e-mail. Привет, Веня, мне 17 лет. Привет. И поступил в универ, это для меня непривычно, и с первым, с чем я встретился, это много народа. Да, так бывает. Я как бы с одной стороны очень конфликтен, а с другой нет. И я не люблю жаруизов и тех, кто в школе были одними, а в универе выше всех. Деловые такие. Это со стороны даже смешно. Да, Дима, я тебя понимаю очень хорошо. И я привык всем говорить в лицо, что я думаю, из-за чего я как бы с половиной группы не общаюсь. И у меня сложился еще один стереотип, что все девушки ш... и так далее. Из-за чего я не могу найти смелости с кем-то познакомиться. В школе я был всегда нейтральной стороной, всегда был за правду. И всегда говорил, что я думаю о всех, из-за чего я имел какое-то уважение. А в универе я понял, так не пройдет. Ну так к чему я это пишу? Стоит ли мне измениться? Если да, то дай пару советов как. Или мне продолжить быть таким, какой я есть? Правдивым, немножко грубоватым. И помнишь, в одном видео ты говорил, что первое время в Америке ты пытался себя изменить, подстраиваться под всех, но это была твоя ошибка. И сорян за ошибки, у меня плохой русский, потому что я не русский, и знаки тоже лень, просто устал. Спасибо, Дима, большое за имейл. Все нормально. У меня тоже русский не очень хороший, несмотря на то, что я родился с этим языком. На самом деле, Дима, с этой проблемой много кто сталкивается. Постоянно, практически, это смена коллектива, смена того, что вас окружает. И это всегда страшно, всегда непривычно. И я уверен, что подписчики через это тоже проходили, и вам что-нибудь напишут внизу. И я проходил через это тоже, как вы знаете. И все, что я могу вам сейчас сказать, и я знаю, вы это слышали тысячу раз, но никогда не мешает услышать это еще раз. Во всем нужно найти баланс. Пытаться найти здоровый баланс во всем, да. Просто дело в том, что любую проблему, любой конфликт, любое недовольство или что-то такое негативное, можно всегда выразить в позитивном свете, в другой манере. Всегда есть лучшие пути решения проблем, конфликтов, выражения недовольств, ярости, злости и других негативных эмоций. Да, например, мы стоим в очереди в аэропорту, и наш рейс задержали, и все почему-то орут на человека, который стоит там у стойки, хотя у него нет никакой власти, да. Это что-то вроде такого концепта. Из любой ситуации можно всегда найти положительный выход, и любой конфликт всегда можно преподнести в более положительном свете. То есть, если вы хотите оставаться собой, быть за правду, говорить всегда правду, то, что вы думаете, просто думайте над формулировкой, и как вы это будете преподносить, потому что это очень важно, сама презентация каких-то вот этих вот вещей. Золотое правило в этом случае. Просто обращайтесь с людьми так, и разговаривайте с людьми так, как вы хотели, чтобы они обращались и разговаривали с вами. И все. Это просто, это здравый смысл, но все-таки почему-то в наше время мало у кого эта мысль в голове присутствует. Поэтому, Дима, не переживай, время покажет. Не надо менять себя, не надо ничего этого делать. Оставайся собой, просто стремись быть лучшей версией себя. Потому что люди, которые негативные, люди, которые выражают недовольство, и грубые люди, как вы сам сказали, они в основном не имеют друзей, у них в жизни все плохо. Думайте о том, как правду и прочие вещи, которые, возможно, могут поранить людей, преподносить в лучшем виде. И тогда у вас все будет хорошо. И если у вас есть какой-то вопрос, имейл будет в описании, присылайте, и, возможно, я сделаю следующее видео для вас. Если вы еще по какой-то причине не подписались на мой канал, нажимайте сюда, на любом устройстве. Также у меня есть еще музыкальный канал, который вы можете заценить с моей музыкой. Предыдущий влог посмотрите, почему бы нет. И зацените книгу, которую я написал по английскому языку, которая называется «Английский лайкобас». Спасибо большое за просмотр, спасибо за связь, Дима. Надеюсь, у тебя все получится. Удачи тебе. Увидимся с вами в следующем видео.